здравствуйте дорогие подписчики приветствую вас на своем канале и сегодня хотел поговорить о карелах которых я показывал в прошлом видео хотелось бы сделать небольшое уступление сказать отдельное спасибо работникам лаборатории которые помогают определять наши сущие проблемы начну с того как начиналась вся эта ситуация при очередном утренним и лечебным кормлением своих потугаев в частности я начал замечать все больше и больше белый помет птица потихоньку теряла аппетит начала хвохлиться я долго не мог понять что происходит не посидел подумал почитал литературу я узнал что помет белого или горчичного цвета может быть при нарушении работы печени или поджелудочной железы и также там были прописаны определенные лекарства для восстановления печени это корсин и препарат для улучшенного объема веществ которые помогают печени и поджелудочной перерабатывать пищу птицы препараты были назначены на усилию лечения определенной болезни я не знаю и спустя какое-то время я увидел на поддонах сильный рост грибков птицы здесь же сразу у меня разникла мысль что птица заразилась грибковыми заболеваниями это в частности аспирогилез и кандидоз от этих грибковых заболеваний как я знаю помогают мистопин и фулканозуру так как мистопин у меня оставался в аптечке я решил попробовать протаить птицу мистопином через какое-то время результаты улучшения состояния птицы я не обнаружил она не горжалась и решил сдать померты на анализ ветеринарного грибков по собеседованию со специалистом о симптомах болезни моих птиц и визуальном исходе грибков птицы первый совет был продолжать курс лечения тем же методом это восстановление печени и поджелудочных с добавлением мистопина и фулканозуру в итоге помог птице было отдам на исследование грибковых заболеваний в отдел металлогии по приезду домой я начал снова читать литературу копошиться в интернете и сопоставлять симптомы болезни и причины заражения грибковыми заболеваниями и что может вылечить в то время пока делались анализы в интернете я начал пробовать разные методы изменения рациона кормления также давал корсию и перешел на фулканозол чистка помещения дезинфекция воздуха и помещения красота теперь такая стала чистенько хорошо сейчас прокурим их и будет все хорошо проведем санацию небольшую нас набрал банку анафористого йода как добавлю туда алюминиевой проволоки ну пока птим чуть-чуть там буквально грамм 50 на литр сейчас посмотрим что это будет еще наблюдаем теперь пошел процесс и 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 посидят так и будем проветривать в изменении рациона кормления я убрал семечки уменьшил количество овощей сахаросодержащие крахмала содержащие уменьшил количество смеси до полного поедания и начал добавлять по немного молодые ветки деревьев наступал веток для самолечения вчера с утра поставил ветки с лишней с листьями вот что с ними произошло они уже ободрали всю кору на них практически листья пополу валяются на сетке здесь вообще все ободрали завтра будет чистка с утра я скажу это довольно таки неплохо они помогли уголь подербанили здесь поддон черный стоит оказывается ветки хорошо налаживает пищеварение много полезных веществ микроэлементов и поэтому оно как-то помогает им выводить всю кислоту и угли от веток также дала окорсил и препарат для улучшения пищеварения и флюконозол каждые три-четыре дня была уборка помещения с последующей дезинфекцией воздуха йода рогелем и отдохлористым йодом спустя какое-то время я начал замечать что птица начала потихоньку восстанавливаться стал замечать улучшение аппетита птица стала подвижнее помет стал приобретать естественность в цвет во время лечения нашел еще одну статью что при активном помете и поедании разных веток деревьев то организм птицы может самостоятельно справиться с грибковыми заболеваниями пришло время забирать анализы с ветеринарной лаборатории и когда мне вынесли результаты анализов я был слегка удивлен были выявлены грибки рода лекор и кандида и нестопин и флюконозол почему-то не срабатывали в этом лечении здесь все обстоятельства я начал размышлять что возможно это повлияло когда она давала нестопин до сдачи помета на анализы ну то есть возможно произошло привыкание грибков к этому препарату посмотрим предварительные итоги по поводу нашего так сказать назовем лечение так что мы тут видим как первая клетка у нас я сразу хочу сказать что вчера была произведена полная чистка всех поддонов его помещения была произведена санация однофлористым йодом ну и посмотрим теперь на утро что у нас тут происходит ну вот уже белого тут нету полета уже более такой темный но все равно какое-то нарушение осталось так здесь у нас здесь тоже грибы уже у нас не растут так здесь здесь тоже более-менее уже так здесь тоже нормальная И все равно и здесь мы вытаскиваем плохо попробую так в общем пока все идет на улучшение так здесь на полу клетки тоже в принципе в принципе нормально все пока что и тут у нас тоже зелененькое все пошло состояние птицы улучшалось и я решил перестать давать не стать так как они не работали и вместо них я начал пропаивать птицу время-премени йогенером йогистым калием и обильно начал давать ветки разных деревьев и зеленую траву, горчицу, лицерну после этих методов птица через некоторое время стала чувствовать себя намного лучше и сделав выводы по поводу болезни я понял что основной причиной этих грибковых заболеваний послужили остатки корма и томок птицы лежащей на полу вольера понижение температуры при которой произошел рост грибковых заболеваний и слабая вентиляция воздуха в помещении если интересуют какие-то вопросы пишите в комментариях я с радостью отвечу на них если вам понравилось видео подписывайтесь на канал ставьте лайки делитесь с друзьями на этом видео я буду заканчивать до скорых встреч всем спасибо до новых встреч